Дети Большого Толка Дети Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою. Сергей Рязанский – космонавт, герой России. Первый в мире ученый, командир космического корабля. Провел в космосе больше 300 суток, почти год. Четырежды выходил в открытый космос. Сергей Николаевич рассказал, зачем космонавты делают фотографии из иллюминатора. Земля, которую мы видим из космоса, настолько прекрасна, что невозможно удержаться от желания запечатлеть эту картину и поделиться увиденным со всеми землянами. Но фотографируют космонавта не только ради эстетического удовольствия. У нас есть ряд научных задач, которые мы выполняем с помощью фотоаппарата, находясь на борту МКС. Например, мы снимаем ледники для ученых. Если мы сами не видим движения ледника, то ученые, сравнивая снимки разных лет и из разных полетов, могут понять, есть движение льда или нет. Также в научных целях мы снимаем заповедные леса, причем не обычным аппаратом, а спектрометром, чтобы ученые определили, насколько здоров лес. Иногда снимаем горы, чтобы увидеть опасность схождения лавины, пожары, чтобы точнее определить область их распространения. Так что можно сказать, что временами космонавты выступают напарниками МЧС. Кстати, знаете, кто снял первое фото из космоса? Наш земляк Герман Степанович Титов. Если Юрий Гагарин был первым, кто увидел Землю из космоса, то благодаря Герману Титову все люди смогли увидеть, как выглядит наша земля. Черный – король цветов. Выставку с таким названием открыли в Барнауле в Музейную ночь. Этот цвет называют и мрачным, и стильным, и практичным. Его любят многие модельеры и поэты. А вы любите? Давайте посмотрим сюжет. Я приветствую вас на выставке «Немеркнущий черный», которая открылась в галерее Турина гора. «Немеркнущий черный» – это выставка о том, как важен черный цвет в жизни каждого художника. На самом деле это очень сложный цвет. Его очень сложно передать, и его очень сложно сфотографировать потом. На этой выставке представлены разные работы, разные художники. Это коллективная выставка. Мы потом дойдем до моей стены. Но сейчас можно обратить внимание на работы Андрюсенко. Очень классный, невероятно чувствующий художник настроения, который передает состояние свое. И, возможно, для кого-то эти картины покажутся скучными, но если постоять у его работ, то ты понимаешь, что ты проваливаешься в эту работу, и ты начинаешь проживать все те чувства, которые художник изобразил в этой работе. Ты сидишь на этих качелях в этом темном дворе, и ты понимаешь, что вот это вот сейчас, это ощущение, оно самое главное для тебя. На этой стене работы Елены Волковой. Она очень известный каллиграф, очень известный живописец, график в нашем городе. И у нее стремление к черному, оно проявилось очень давно. То есть у нее графика в основном вся на черном фоне. Вообще психологи говорят, что люди, которые любят черный цвет, они немного депрессивные, они устали от жизни, или, возможно, они боятся своей судьбы и бегут от нее. Но на самом деле, если вспомнить традиции или даже, например, моду, то черный цвет – это цвет элегантности, цвет какой-то роскоши, богатства. И в некоторых веках короли все перешли на одежду черного цвета, чтобы показать свое благосостояние. И мы дошли до моего проекта. Я создавала его специально для этой выставки. Тема «Свидетельство жизни» или «Свидетельство любви» меня не отпускало очень долго. И я поняла, что хочу сделать проект именно на эту тему. «Свидетельство жизни» для меня – это работа про то, что каждый из нас хочет, чтобы другой стал свидетелем его жизни. Потому что если наша жизнь прошла, и никто не посмотрел на нее со стороны, и не был свидетелем тех событий, которые были в твоей жизни, то как будто твоей жизни и не было вовсе. И поэтому мы влюбляемся, женимся. Мне кажется, чтобы был рядом тот свидетель, который может с тобой разделить все те моменты, которые происходили в твоей жизни. И вот как раз «Свидетельство жизни» – это верхняя работа. Она про те мелочи, которые существуют в нашей жизни. Рождение, приятное письмо, песня, сказка, птицы, шары. Все, из чего состоит наша жизнь. Из таких маленьких мелочей, которые мы вообще не замечаем. Но они настолько важны, что ты, когда все-таки замечать их начинаешь, ты погружаешься в это, и ты понимаешь, вот, вот это да. Вот этот момент нужно отметить. Это моя жизнь, и она сейчас происходит. Вот эта картина называется «Следующая остановка». Она открывается. Она сделана специально, чтобы ее можно было открыть. Этот проект создавался не для этой выставки, но я решила ее тоже включить, потому что это картина про судьбу. Про судьбу человека и отношения в судьбе человека. Как он, в общем, как он переживает свою судьбу. Кто-то сидит прямо на острие, заглядывает в будущее, и он уже с таким уверенным видом смотрит, что там будет дальше. Кто-то вцепился и не может никак расстаться, все держится за прошлое и никак не идет в будущее. Кто-то изо всех сил упирается и тянет этот корабль судьбу назад, думает, нет, нет, пожалуйста, давайте не пойдем вперед. Кто-то же просто с волшебной палочкой решает, что все будет классно, надо просто отпустить и настроиться на позитив. И здесь написаны такие стихи, что твои попытки тщетны остановить судьбу, но то не означает руки опусти. Когда корабль жизни сквозь свет летит во тьму, ты делай то, что должно, и сердцем сам свети. В Барнаульском зоопарке родился кенгуренок. Ему уже около трех месяцев, но узнали сотрудники зоопарка только сейчас. Все потому, что кенгуренок рождается совсем крохотным, около трех сантиметров. Видно его становится только тогда, когда малыш вырастает и высовывает из сумки хвостик или голову. У вас уже есть планы на каникулы? Пойдите в лагерь или в деревню? А может, путешествовать? А вот некоторые школьники нашего края ждут каникул, чтобы поучиться в научном центре. Сейчас расскажем. С моей спиной находится аудитория хай-тек. Здесь школьники учатся работать с программой 3D-моделирования. Зачем? Сейчас узнаем. Современные компьютеры – сложные задачи. Сюда, в образовательный кванториум, на каникулы приезжают школьники со всего края. Приезжают по желанию и выбирают себе направление для обучения. Например, робототехнику, программирование, управление квадрокоптерами или, как сейчас, хай-тек. Урок создания прототипа. Допустим, у ребенка возникла какая-то идея. Он хочет сделать какое-то устройство, либо какой-то проект. Но прежде чем его сделать, нужно в компьютере создать 3D-модель этого устройства. Так называемый прототип. Для чего это нужно? Чтобы на компьютере, прежде чем изготовить готовое устройство, просмотреть и найти все ошибки, которые могут быть сделаны. То есть размеры, допустим, неправильно сделал колеса, неправильно сделал размеры корпуса своей машины. Вот для этого. А здесь кипит работа по робототехнике. Команды спорят и соревнуются. Участники не только программируют роботов, но и собирают их своими руками. Сейчас школьники занимаются созданием роботов самоистов, которые должны будут уметь выдолкнуть соперника с ринга, при этом оставшись на нем. Мотор, что датчик цвета и ультразвуковой датчик. Это, в принципе, самый главный датчик для самоистов. Задания для школьников сложные, но интересные. Ради того, чтобы прикоснуться к современным технологиям, десятки учеников из разных районов края приезжают в Барнаул. И очень рады такой возможности. Практически все ребята определились в будущей профессии. Она будет связана с компьютерными технологиями. Так что каникулы были проведены с пользой. В каждом человеке содержится золото. Правда, совсем немного. Всего 10 миллиграммов. Зачем же оно нужно? Золото убивает бактерии и вирусы. Поэтому, когда мама называет вас «моё золото», знайте, она права. Каждый из нас когда-нибудь будет сдавать экзамены. И каждый будет волноваться, переживать. Сегодня мы поднимем тему страха перед экзаменом. У нас в гостях психолог Гаар Краян. Здравствуйте, Гаар. Добрый день. Гаар Краян – педагог-психолог. Старший преподаватель в Алтайском государственном университете. Награждена медалью МЧС России за Содружество во имя спасения. Принимала участие в мероприятиях МЧС по психологической поддержке населения в затопленных районах. Любой, кто готовится к экзаменам, боится, что напишет на плохую оценку. Как быть уверенным в себе и в своих силах? Ну, здесь несколько факторов. В любом случае, экзамен, особенно для ребят, которые в 9 классе ОГС дают, это какой-то первый опыт. Поэтому в любом случае это как стресс воспринимается. Но плюс к этому еще у нас добавляются взрослые в виде родителей, учителей. Потому что мы взрослые, конечно же, в этом участвуем. Здесь нужно, правда, для меня как-то, я всегда советую ребятам разграничить, что мамина тревога – это мамина тревога, тревога учителя – это тревога учителя. Я не могу на это повлиять. Единственное, что я могу делать, да, ну, там, справляться с собой, да, делать ровно то, что я умею, ровно то, что за 9 лет или за 11 лет я там учил, я знаю. Ну, то есть здесь, скорее всего, помогать ребенку в этом случае сказать, что я знаю достаточно, да. Тогда облегчаем задачу не так, что это какой-то там гром, да, а что это какой-то там промежуток времени в моей жизни, но не смысл жизни, это самое главное, это всего лишь промежуток. Полностью с вами согласен. И когда ученик написал свой первый или последний экзамен, всегда идет ожидание от оценки и всегда надеется на хорошую оценку, но мысли терзают о том, что вдруг я написал как-то не так. И как справиться с этой тревожностью от ожидания оценки? Ну, правда, у нас у всех есть ожидания, поэтому в любом случае, да, будет разочарование у каждого из нас. Но первое такое, да, первое ожидание, первое разочарование, возможно, это в виде экзамена, в виде оценок, да. Но здесь вот в этом случае точно нужно нам как ориентироваться, что, ну, там, я хочу пятерку, но если вдруг не получится пятерка, что тогда? Ну, то есть у нас всегда должны быть запасные варианты. Или также поступление в ВУЗ. Если я хочу в юридический, но вдруг не поступлю, что тогда? Ну, какие у меня варианты еще есть? Чем больше этих вариантов, ну, тогда мы шире мыслим, да, ну, коридор мышления у нас не узкий, а широкий, соответственно, разочарований здесь меньше. И чем больше этих вариантов у ребенка, ну, подростка, у юноши, девушек, да, тем легче воспринимается, что это, опять же, не проигрыш будет, да, что один из вариантов, один из вариантов – это не конец, да, соответственно, воспринимается, опять же, легче. Всегда иметь запасной вход и выход, вот, ну, если там, да, по-житейски говорить, скорее всего, вот так, я бы сказала. После того, как большинство подростков получают свои оценки, они хотят как-то поделиться с этим, у них же есть друзья. И когда ты узнаешь, что у твоего друга плохая оценка, как можно его поддержать, тем более, что ему сейчас очень плохо, как-то нужно тепло, слова, какие нужно подобрать. Но в этом случае, правда, очень сложно, когда у одного хорошо, у кого-то там не очень хорошо вышло, как себя здесь вести. В любом случае нужно, опять же, себя отделить от другого человека. Если у кого-то что-то случилось, даже, там, у членов семьи, это не значит, что я не имею права на счастье. Это четко нужно понимать, да. Второй момент, ну, как минимум, там, побыть рядом, посидеть, помолчать с этим человеком можно, да. Ну, как, знаете, Владислав Генрихович очень интересную фразу имел, он говорил, иметь свободные уши, да, ну, то есть, послушать, как другие-то там, да, как друг будет жаловаться. Если, ну, один из вариантов, так же можно, чем тебе помочь, побыть рядом, возможно, человек вообще захочет уединяться и никого не хочет, тогда мы уважаем, да, выбор, да, ну, нашего друга, конкретного человека, и тогда мы разрешаем, да, там, уединяться. Но в любом случае быть на связи. Я с тобой, если ты захочешь, я приеду или там, я приду. Ну, показать, что я присутствую в твоей жизни, независимо от того, что у тебя случилось. И независимо от того, что у меня все хорошо, но я все равно готов, ну, здесь находиться, быть рядом. Да, большое спасибо за ответы, и это был последний вопрос. Как жаль. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас в гостях была психолог Гаар Краян. Очень приятно было с ней поговорить. Мы подняли тему страха перед экзаменами. Известные художники часто шутят. Сохраняйте свои детские работы. Когда станете известными, будете с них срисовывать. Как вы догадываетесь, впереди нас ждет рубрика «Рецепт шедевров», в которой профессиональные художники учат писать картины. Роза – королева цветов и один из любимых образов в искусстве. Но нарисовать ее непросто. Художница Евгения Октябрь пишет розы каждый день, идет на работу и по пути покупает цветок, чтобы писать с натуры. А сегодня научит и нас. Очень красивые белые, розовые, такие коралловые даже, да? Ну да, надо понюхать. Евгения Октябрь – член Союза художников России, окончила Новоалтайское художественное училище. Евгения пишет более тысячи картин в год, проводит мастер-классы для детей и взрослых. Принимала участие в выставках не только в России, но и в Европе. Любит котов и цветы. Ее татуировка на руке гласит «Не дня без кисти». Итак, правило первое. Писать розу нужно с натуры. Кладем ее на лист бумаги и старательно повторяем контур. Сильно на карандаш не давите, легонечко-легонечко. Я стараюсь. Акварель, она настолько прозрачная, что потом будет виден карандаш. Затем большой кистью наносим много воды на бумагу. Акварель любит воду, поэтому листы должны основательно промокнуть. Затем наносим краску. Она будет расплываться. Но не переживайте, так и нужно. И еще не забывайте смешивать цвета. Например, в зеленый нужно добавить оранжевый. Зеленый в откровенном виде никогда не используется. Ну, в смысле, просто вот зеленый берут и сразу красят. Нет, такого не бывает, извините. В него добавляют немножко желтого и коричневого. Он становится сложнее гораздо. Тот, который присутствует в красках зеленый, он уже в готовом виде выглядит очень мультяшно. Вот такой мультипликационный цвет. Вот смотрите, я смешала его с оранжевым, получился какой-то интересный цвет. Когда роза высыхает, нужно наносить более темные оттенки лепестков. И так несколько раз. А потом будем писать фон широкой кистью. Аккуратно обходим цветок, листья и стебель по контуру. Можно оставлять белый фон. Это придаст рисунку сияние. Осталось сделать белые брызги, похожие на снег или звезды. И подписать работу. На сегодня это все. Наша редакция заработает над новым выпуском. В нем мы побываем на фирме Шиншилл. Научимся играть в керлинг. Побываем в гостях художницы, которая пишет портреты в обмен на смешные истории жизни. Всем пока, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!